Масштабную эту выставку не назовешь. Из районов большое количество работ привезли только сайрамцы. В основном свои работы выставили не мастера, а коллективы учебных и дошкольных учреждений. Это картины, изделия из дерева и кости, музыкальные инструменты. В принципе, относительно некоторых выставок здесь как бы приемлемо, это в моем понимании. Есть что посмотреть, есть что оценить, как члену жюри, это уже радует. Но можно было бы, конечно, и с размахом провести. Но я думаю, что, в принципе, может быть, управление еще не готово к этому. Посетители, ненадолго останавливаясь перед экспонатами, обходят помещение. Но внезапно это плавное общее течение людей словно натыкается на препятствие. Ажиотаж вызывает маленький столик, заставленный яркими фигурками. Желающие срочно купить выставленные мастером сувениры буквально обступили Адам Али. Люди восторженно перебирают фигурки, а приценившись, сразу же торопятся расплатиться, пока кто-нибудь не оказался проворнее. Элементарно из глины сделано. И как оформлено красиво и недорого. Кстати, можно любой этот сувенир, в виде сувенира можно купить. Я так думаю. Туристы, мне кажется, больше будут привлекать это, если купят впечатление о том крае, где они побывали, я так думаю. Молодой человек с удовольствием показывает работы, объясняет, как вместе с отцом делает их из глины и покрывает краской. Рассказывает, почему решил предлагать туристам именно такие поделки. Мы хотели показать туристам именно культуру, настроение, вообще передачу сиську духа народа именно казахов, именно в этих скульптурах. Не остались равнодушными к работам молодого мастера и члены жюри. Если вот это выйдет завтра на рынок, это для наших туристов, это кладезь. Как отметили организаторы выставки, такие недорогие и яркие работы наверняка будут пользоваться у туристов большим спросом. Насколько это предположение верно, стало ясно уже через полчаса. К этому времени почти все работы у молодого мастера раскупили. Ирина Притула, Николай Иванов и Ирбол Макашев, информационная служба телекомпании ОТРАР.